Привет, с вами Игромания и Star Conflict. Сегодня мы расскажем о крупном обновлении 1.3.12, фаза первая. Этот патч сулит нам новые корабли и режимы игры, задания флота и посредника, а также пересмотренную систему модернизации модулей. Название фазы первая патчу дали не просто так. Он открывает серию обновлений, которые добавят в игру много нового. Самое крупное выйдет в конце текущего года. Об этом мы еще обязательно расскажем позже. А сейчас перейдем непосредственно к первой фазе. Первым делом поговорим о новом корабле под названием «Сириус». Это эсминец федерации 14-го, максимального для этого класса ранга. От эсминцев других фракций «Сириус» отличается повышенной маневренностью, увеличенным запасом энергии и ускоренной регенерацией. Также, в отличие от собратьев по классу, он может развернуть на одно стационарное поле больше. С новым рангом на вооружение поступают и новые интересные устройства. При движении эсминца с максимальной скоростью, спецмодуль прицельный комплекс «Атила» накапливает особый заряд, который почти в полтора раза увеличивает урон орудий. Эффект длится недолго — всего пять секунд, но и перезаряжается умение довольно быстро. Игроки, которые предпочитают более подвижный темп боя, могут активировать спецмодуль каждые семь секунд. Можно накопить до трёх зарядов. Боевой модуль «Дестабилизирующее поле» позволяет эсминцу выпускать специальный заряд. Он подавляет двигатели на всех кораблях, которые оказались в радиусе действия. Все, кто попадают под эффект поля, не могут использовать двигатели на полную мощность. А если пытаются, то получают ежесекундный урон. Модуль прекрасно подходит для усмирения шустрых целей, любителей адаптивных щитов, а также кораблей, которые сильно зависят от скорости. Следующий экспонат — комбинированная ракета. Этот модуль выпускает неуправляемую ракету, которая летит медленно и недалеко, а также наносит слабый урон. Казалось бы, зачем вообще такое умение? Всё дело в беспилотнике, который наша ракета переносит. Этот дрон очень больно и быстро стреляет. Его единственный минус — маленький запас прочности. Боевой модуль, отталкивающий луч, полностью соответствует своему названию. Стоит его включить, как в направлении прицела выпускается луч, который отталкивает всех, кого встречает на своём пути. При этом, чем ближе к вам цель, тем дальше она отлетит. Очень удобно в ситуации, когда не удаётся избавиться от назойливых перехватчиков или когда надо быстро отогнать противников с мощными орудиями ближнего боя. Помимо основного эффекта, луч также наносит урон всем, кого заденет. Более того, чем крепче корпус вражеского корабля, тем выше будет урон. Этот модуль наверняка не раз спасёт ваш эсминец. Дополнительно, «Сириус» можно снабдить универсальным модификатором двигателя — форсированным охладителем. По сути, это всё тот же интегрированный охладитель, с той лишь разницей, что новый модуль можно поставить только на «Сириус». Ну и работает он немного эффективнее. Хорошо, с кораблём познакомились. Самое время рассказать о заданиях, которые позволят получить ресурсы, необходимые для его строительства. Система довольно простая. Если выполнять задания флота, которые выдаёт Артур Гейдж на эсминцах 8 и 11 ранга, вы гарантированно получите редкий ресурс под названием «Электрум». Именно он нужен для сборки эсминца 14 ранга. Учтите, что чем выше ранг вашего эсминца, тем больше ресурса вы заработаете. Также появились новые задания посредника, за выполнение которых можно получить неодиум, бериллий и уже знакомый нам «Электрум». Ещё один новый звездолёт — «Найтгейл». «Найтгейл» — это федеративный перехватчик разведки 8 ранга. Он воплощает в себе лучшие качества кораблей Федерации — скорость и манёвренность. Уникальные модули и вовсе делают его практически неуловимым. Отсутствие перебоев с энергией позволит более гибко использовать имеющиеся слоты энергоблока и корпуса. Советуем установить на этот звездолёт аварийный барьер для большей безопасности или же мост силовой установки, чтобы закрепить преимущество в скорости. Альтернативный спецмодуль «Найтгейла» — «Фазовый переход» сильно отличается от привычного микроварп-двигателя. Забудьте о медленном разгоне и продолжительном высокоскоростном полёте. С помощью фазового перехода разведчик прыгает на небольшие расстояния, на короткое время пропадая с радаров. Перезаряжается умение очень быстро, так что теперь можно спастись почти в любой тяжёлой ситуации. Можно больше не бояться, что столкнётесь с камнями или обломками других кораблей. Да и перехватчики РЭП не смогут отключить новенький модуль. Уникальное для «Найтгейла» нововведение наводчик дронов — это кинетическое орудие, которое стреляет снарядами, снабжёнными дронами-разведчиками. При попадании дроны на пять секунд помечают цель, что лишает её возможности уйти в невидимость. Поэтому оружие идеально подходит для борьбы против заградителей, диверсантов и других кораблей разведки. Несмотря на узкую направленность, наводчик имеет неплохие показатели урона и скорострельности. А чтобы не испытывать неудобства из-за низкой скорости снарядов, используйте знакомые по прошлым выпускам урановые заряды и шестой имплант Иерихона Альфа-Ингибидер WPN-FS2. Ещё один боевой активный модуль для «Найтгейла» — маскирующая станция. При активации она скрывает от глаз противника всех в радиусе действия. Конечно, при условии, что они не ведут огонь, не запускают ракеты и не используют умения. Можно считать, что в игре появилась своеобразная замена фазового модулятора. У них почти одинаковое время перезарядки, но работает станция дольше. Однако маскирующую станцию очень просто сбить. И скрывает она только те корабли, которые находятся в её зоне действия. С другой стороны, никто не помешает использовать оба приспособления сразу. Так вы сделаете «Найтгейл» практически неуловимым. МГД-генератор — это модификатор двигателя нашего перехватчика. Работает он так. При полёте на скорости близкой к максимальной и выше, каждый установленный модуль будет немного увеличивать урон орудий. Звучит неплохо, но, увы, генератор использует слот двигателя. А это значит, что придётся пожертвовать манёвренностью. Кроме того, единовременно можно использовать только один МГД-генератор. Да, вы можете поставить себе, скажем, две таких установки, но прирост даст всё равно только одна. Новый корабль можно собрать, добывая ресурс деталь корабля, который попадается в окне «Поиск ценностей» после боя в ПВП, ПВЕ или кооперативном режиме. Также детали можно заработать на заданиях флота «Звёздный марафон», который выдаёт всё тот же Артур Гейдж. Только помните, вы должны летать на корабле того же ранга, что и желаемый. Чем больше кораблей максимального уровня вы возьмёте с собой, тем выше шанс выпадения нужной детали. Также нужные запчасти можно просто купить, нажав на соответствующую кнопку под иконкой корабля. Наконец поговорим о том, как изменили систему прокачки модулей. Она стала немного проще, что должно порадовать новоприбывших пилотов. Теперь модули и оружие улучшаются следующим образом. Все модули от МК-2 до МК-4 модифицируются за кредиты и гранты лояльности трёх фракций. Оранжевые МК-5 можно получить только через мастерскую. При этом каждый волен сам выбирать, что он хочет исследовать. Изучаемый модуль помещается в подходящий слот корабля. Если убрать его из слота, то исследование остановится. В качестве очков исследования используются гаранты лояльности. Их можно получить в боях или через выполнение фракционных контрактов. Боевые гаранты сразу идут на разработку нужного модуля. Свободные гаранты лояльности капают на ваш личный счёт. После окончания разработки вы сможете моментально улучшить модуль за кредиты. Если вы по какой-то причине решили прервать изучение, не переживайте, прогресс сохраняется. Сможете продолжить в любое время. Ещё одно нововведение патча — усиление всех кораблей Федерации. Теперь при полёте на скорости выше 90% от максимальной, корабли этой фракции получают повышенный шанс нанести критический урон. Если вы верны Империи или, скажем, Иерихону, не огорчайтесь. В дальнейшем бонусы могут получить и остальные стороны конфликта. Также разработчики усилили пушку «Дагдзниф». Теперь её снаряды летят быстрее. И последнее по списку, но не по значению, появился новый режим — командный бой выживания. Схватка проходит по стандартным правилам командного сражения. Побеждает сторона, которая уничтожила больше кораблей. Есть лишь одна небольшая разница. Все орудия и модули в режиме выживания наносят тройной урон. На этом всё. С вами была Игромания. Увидимся в космосе!